Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня продолжаем играть в чудесную игрушку под названием Trader Life Simulator, вторая часть у нас. В прошлой серии мы научились играть в неё, а в этой серии мы научимся всё-таки что-то продавать, что-то там покупать и в принципе-то чё. Давай сходим на интерактный туалет, мы сходим и пойдём, пойдём, куда мы пойдём? Пойдём в магазин, пойдём в магазин, чтобы, чтобы, чтобы что-то купить. Мне будет приятно, если будет такой же отклик на видео, как и на предыдущее, и в принципе меня удовлетворяет такая активность под моим видео, потому что, ну, реально как-то мотивирует, поддерживает что ли, и здорово, короче. Так, мы приехали, выходи давай, когда у нас магазин открывается. Так, мужик стоит, он уже, значит, открывается. Товаров у нас много разложено на полках, это кофеёк. О, уже даже первый покупатель есть. 20 долларов я собрал, знаешь, что нам нужно купить? Нам нужно купить что-то, нам нужно купить... Если мы не хотим, а если мы не хотим, нам нужно, нам нужно мебель купить. А мебель продаётся... Подожди, где мебель продаётся? Мебель продаётся вот тут, вот. Даже, закрой. Вот здесь вот мебель продаётся. Это что такое за магазин? Или он не открылся ещё? Я просто не может, чё-то не понимаю. Вот здесь вот где-то должно подаваться мебель. И все мебели здесь есть только... Дай, будешь ты? У нас на превьюшке. Вот так вот. Отлично. Так, это что такое? Купить за 150 долларов? Стойку? Нет, стойку спасибо. Мне не нужно стойку покупать. Я хотел купить себе диван, на котором я смогу спать. Ведь у меня как-то... А, на какой спать? Мне нужно ванную купить, чтобы мыться. Потому что я не понимаю, как мыться. Супермаркет, банк. Подожди, давай карту откроем снова. АТМ, газ, АТМ. Мебель ещё вот здесь продаём. Но что это за мебель, непонятно. Давай. Пойдём. В магазин в наш. Разложим немножечко товаров. Здесь нет даже настроек никаких элементарных. Так что... Потише звук я не смогу сделать сейчас. Потому что он... Ну, он меня очень грузит. Так, коробку вот эту бросим вот сюда. И инвентарь свой посмотрим. Рэк. Плейс. Давай положим этот стеллаж вот сюда. Подожди. Стеллаж это, наверное, для коробок. Нет? А могу я располагать на нём товары, интересно, или нет? Давай мы вниз положим коробки и наверх наложим товаров. Потому что... Хотя я думаю, что товары наверху не должны стоять. По крайней мере, так высоко. Ну, нам никто не запрещает их вот так вот разложить. Поэтому будем раскладывать вот сюда. Может быть, кто-то докупит... Что это такое-то, хоть? А, это туалетная бумага. Банк, открыт. Я понимаю, я могу взять деньги, чтобы купить себе что-то... Чего-то больше. Но... Больше мне ничего не надо покупать. Поедем, значит, в другой мебельный магазин. Посмотрим, что там подают. И будем тогда точно уверены в том, что нам... Ну... Карпат... Нет, нам не нужны Карпат сейчас. Нам нужна мебель. А, наоборот. Вон там. Хорошо, здесь нет автомобилей других. Если бы они здесь были, я бы уже врезался в туалет. Продал мороженое, смотри. Так. Там у нас жаба. Там у нас жаба. А здесь у нас, получается, вот здесь вот стоит. Там прямо и налево. Прямо и налево. Ну, в принципе, если я смогу сейчас купить себе ванную, ну, или хотя бы что-то наподобие этого, то будет вообще очень хорошо. Смотри-ка, есть диван. Есть диван. Привет, блять. Я хочу купить у вас ванную, потому что мы не где мыться. Ванная у вас есть? Да, есть ванная, смотри. Сколько стоит? 250. У меня как раз есть... Как это купить? А, на Е. Понял. А почему нельзя? А, Ебай. Все, понял. Кровать здесь есть. Это чтобы, наверное, пропускать ночь. И, да, у меня денег-то больше нет. Так что поехали домой к себе. Поставим сейчас ванную. И будет все отлично. Сможем помыться хотя бы. Ну, смотри. Потихонечку-то потихонечку налаживается хоть что-то. Я думаю, что мы к концу этой серии... Думаю, что мы к концу этой серии все-таки... Тихо. Понятно. Такой я, конечно, водитель. К концу этой серии, возможно, купим даже себе кровать и сможем пропускать ночь. Я не думал, что это очень сложно кровать себе купить. А, вот он, фурнитур-шоп-то. Но я сюда не могу зайти без объезда вот этого вот по кругу. Это глупо. Глупо. Тормози давай. Выхожу. Состояние у тебя, в принципе, приемлемое. И... We don't have any oil in your inventory. Подожди. Давай сядем, выключим фары, потому что они нам не нужны сейчас. И пойдем, пойдем, пойдем домой. У меня есть одна ванная, и я ее могу расположить. Я могу расположить, расположу я ее вот здесь. Потому что могу. Вот и все. Вот так. Могу я ее использовать? Могу. В принципе. В принципе. Сзади меня сейчас будет плавать фон. Знаешь почему? Потому что. Потому что. Почему я не могу мыться в раковине и хоть немножечко дозбавить свою грязноту, что ли? Неясно. Ресет. F-drive. Я в шоу-инфо. Опендор. Почему я не могу флиппать кар свою непонятно. То есть тут написано кнопочка R для того, чтобы развернуть машину. И вот так вот сделаю, я думаю, меня не будет сильно красить. Хотя будет. Потому что занавеска красная и я ничего с этим поделать не могу. Вот ты как считаешь, что это вообще реалистично? Где хоть земля-то? Я так понимаю, это достаточно частое явление и очень, как скажем, неисправимое на данный момент, что рабочий решит придумать это в отдельную кнопочку, чтобы мы не сильно на него ругаясь смогли переворачивать свою машину. Смотри. Ой. Целую коробку-то мне не нужно ставить, правильно? Нужно расставить товар вот сюда. Ставь давай. Вот. Мы сейчас все продадим. Мы сейчас все сможем продать. Мы сейчас расширим свой ассортимент по самой неболуси. И будет все. У нас отлично. Так, с этого стеллажа почти все разобрали. И это не может не радовать, хочу заметить. Да положи ты. Вот сюда вот. Корм кошачий. А, это чипсы. Ну, похоже на кошачий корм. Так что пусть будет кошачий корм. Да, ровненько положим, чтобы уход было все. У нас почти заканчивается товар. И это значит лишь одно. Это то, что мы должны сейчас будем снова затариваться. Снова затариваться. И снова. Блин. У меня места столько нет. Подожди, почему ты... Ох, ты ж нифига себе, как он прыгает высоко. Вот, отлично. Молодец. Сколько ты денешь? 532... Ой, 532 доллара у нас уже есть. Смотри. Пойдем поедим. Пойдем поедим. И... Дядь, как у тебя купить еду? Я не помню, где я ел. В предыдущий раз. Ну и ладно. Как бы, в принципе-то в этом нет ничего страшного. Поедем за товаром, за новым. Потому что нам уже нужно покупать что-то. Что-то нужно нам купить. Иначе нам будет нечем торговать. А, значит, что у нас не будет требований. Смотри. А, бургер можно купить. Заяхать без бургер. Лучшие бургеры заедем сейчас. И будет у нас все отлично. Так, бросим машину вот здесь. Остановись. Бросим машину. Почему ты не бегаешь? Я кликаю, и ничего не получается. Подожди, у вас клиенты есть вообще? Зачем вы разложили на стол еду? Е-бай-пит. Да, все. Хангер. Подожди, как поесть-то? Eat. Все, полностью восстановил свой голод на 35. 35 долларов за пицу. Это, блин, отчете. Смотри, 35 долларов по нынешнему курсу. Это 70 рублей плюс-минус. Это получается 2000 рублей с лишним. Ты представляешь, сколько денег я отдал за пиццу только что? Ты подал давать 2000 за пиццу? Это какая-то должна быть вкусная, чтобы ее купить? Так, не заваливаемся. Я просто иногда задумываюсь, и получается, как будто бы я сейчас врежусь. Это что за машина такая? Я такой не знаю. Open Door. Bolt Incorporated. Я так понимаю, российский разработчик у нас. Кофе. Я могу торговать. Я хочу банкнуть. Это арбуз. Это вот как это? Это прям вот 100% нужно. Арбузы нам нужны. Арбузы нам нужны. Банк? Что это значит? То есть 100 долларов в банке у меня есть. А-а-а, вот оно чё. Не, мне не надо. Спасибо. У меня есть 147 долларов, и я могу их потратить. Давай купим еще что-то. Йогурт мы больше не будем. Диамерс тоже. Тесуи тоже, но не хватит денег. Дай купим чай. Подожди, ну поставь ты его вот сюда. Вот сюда, да, куда-нибудь. И давай купим еще, у нас 55 долларов есть. Яиц купим. Нет, яиц. Овощи нам не нужны. Мясо 500, чипсы 5. Ладно, давай джем купим, и будет вообще все. Огонь. Э-э, вот так. Закрывай дверь. Ну, что такое? Все, поехали. У нас теперь полный багажник нового ассортимента. У нас сейчас как начнут арбузы покупать. Это будет отлично. Но на кровать мы... На кровать мы так и не накопили. Хочу за... Подожди, это я тут приехал. На кровать я так и не накопил. То есть это придется, я так понимаю, в следующем дне. Это все копить. На следующий день мы все это оставим. И завтра мы этим уже займемся, так сказать. Кроватью-то. У меня 25 долларов и 100 долларов в банке. Это мало. Мне даже сейчас спокойно. Грубо говоря, на пиццу не хватает. С учетом того, что чипсы продаются по 2 доллара, это прям грустно. Грустно. Выходим. Значит, собираем прибыль. Ёки-палки, ты какой огромный-то. Ты откуда такой? Так-с, пойдем положим. Куда положим? Вот сюда положим. Коробочку. 20 долларов? Спасибо, дружище. Ты дал мне, как сказать, повод жить. Какой мужчина. Серьезный. Ну-ка, открывай. Ватермелоны мы сейчас будем продавать. Я думаю, что мне нужны какие-то особые условия хранения, чтобы их нет. Они не сгнили у меня, а то будет обидно, если они меня сгниют. Так, давай сядем в машину, выключим фары, выйдем из машины и... То есть, из пачки с двумя арбузами я взял уже... Пять арбузов. Шесть. Да подожди, положись. Так, вот армелоны-то продаются, нет? Блин, 208. У меня кровать стоит должно 350. Представляешь, 350. Да 350. Погоди, а есть смысл нам сейчас... У меня же даже нет с собой ноутбука, то есть, чтобы поехать и... Ну, взять просто здесь и сохраниться. Я его оставил дома. А это значит что? Это значит то, что я сейчас еду домой, сохраняюсь. И за буквально 16 минут мы с тобой взяли и... Лучшие качества жизни прям в разы. Мы пополнили ассортимент продуктов в нашем магазине. Это уже дорогого стоит. Купили, в конце концов, ванную. От меня теперь вкусно пахнет, и я могу теперь спокойно общаться с людьми и ходить в магазин. Не стыдиться, так скажем. Пойдем еще раз в ванную и сходим. В туалет сходим сейчас и... И да, в туалет надо сходить обязательно. И сохранимся. И фитеракт. Сейф гейм. Что такое билсы? No bills has to be paid now. То есть, у меня нет никаких билсов. Такое... Может и не надо? Может и мне они не нужны? Так, ладненько. Так, эти двери не закрываются. Я, в принципе, готов, так сказать, к следующему дню. Мне больше ничего не нужно. Я просто буду сидеть сейчас и ждать. Когда же у меня закончится, так скажем, время. Ночи. Вот эта ночь пройдет, и я смогу продолжать играть. Появился модник. Все. Это заждался уже. Стоюсь здесь 4 часа. Ку-ку. Давай, продавай. Что ты сейчас продашь? Купи арбуз, дружище. Купи арбуз. Купи, блин. По-любому понадобится тебе арбуз. Смотри. Апельсины. Арбузы. Васи, покупай. Покупай. Васи, арбузы покупай. Апельсины покупай. Все, покупай. Все свежее. Только вчера с пахчей сорвали. Ну? Тесуи продавцы. Что такое тесуи? Я так и до конца и не понял. Так, нам нужно 350 долларов для того, чтобы купить кровать. Элементарно купить кровать. Человеку спать не начнет. А вы смеетесь. Ой. Некрасиво. Как они оттуда достают, я не понимаю. До конца пока что. Я оттуда еле сам достаю. А они оттуда покупают. О. Это тесуи, что ли? Так это не тесуи. Это это, валпепер. Жопу вытирать. Это нифига не тесуи. Это вы, наверное, тесуи не видели. Арбуз продал. Смотри, за сколько? За 39. Сколько стоили арбузы? 350, да? 350 за 10 штук. За 39 продают. 40 долларов с арбузов наварюсь. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Покупай арбузы. Зачем ты джем купил? Дурилка. А как проходимость своего величия? Может, дверь открыть вот эту? Заходите. Кассу вторую поставить? Может, я просто что-то не понимаю? А как? Стой, подожди. Какая карта есть? Это что такое, интересно? Это у нас... Это у нас пока еще не ясно, что это такое. Но я думаю, мы сейчас об этом узнаем. Точнее, мы сейчас это узнаем. Деньги у нас есть. Мы сейчас поедем за кроватью. Для начала, чтобы ночь вообще не куковать. Я простоял... Пять часов я, на самом деле, простоял. Два часа я ходил по банку гулял. Там ничего интересного не нашел. И, соответственно, пошел в магазин. И там сидел и ждал, пока придет мой работник. Не особо здесь есть реалистичность какая-то. Я бы, например, во вторую смену нанял работника. И пусть он торгует, стоит. Что-то я еще продал за 20 долларов. Я так понимаю. Это рисую. Вот это вот туалетная бумага. Так, подожди. Где она там? Это вот сюда. Вот на мне завернуть надо было. Завернуть надо было вот сюда. Так, фар надо подключить. И... Давай вот сюда вот на меня. Да, мы вот сюда вот сейчас приедем. И будем... Будем... Трейдинговая компания. Так. Что здесь можно сделать? Бизнес свой продать? Или что? Почему здесь дождь идет? Что у вас здесь за... Привет. Сотрудник. 25 тысяч? Да ты чего? Такие деньги-то откуда не возьмутся. Я начинаю шерю этот продаван. А ты мне хочешь это обмануть на такие деньги. И это не серьезно. Это не серьезно, дружище. Хотя потому что ты, ну... Вообще... недушевный человек до 25000 я даже нет не хочу вникать что там за 25000 откуда нельзя 25000 смешил 390 долларов так машины машины я так думаю очень дорогие будут у нас если тут счет за за что-то у меня хотя 20 так нет нет отвернута не нужна мне нужна большая с багажником типа для грузоперевозок вот какая вот сука на стоит это тоже прикольная конечно спору нет саладина горника коробка передачи ступенчатой пить еще задней вот такой пикапчик вот неплохой тоже можно коробок нагрузить здорово было бы так привет папе к 5 500 дожди а подожди я не хочу пикап я хочу как выбрать что я хочу купить или все остальное в принципе не продается и я должен это что он мне предлагает тоже мне продавец ой извините я не специально так ладно здесь нам ловить нечего я уже понял и значит нам нужно куда ехать нам нужно ехать за кроватью сейчас у меня 390 долларов и я понял что 100 долларов банк не дает кредит это не 100 долларов на моем счету они а просто 100 долларов банк который не одобряет может не кредит может что-то подобие мои деньги ну как я понял конечно же так это стеллажи тысячи долларов в холодильник ничего себе ты конечно простой в большой холодильник за тысячи долларов стеллаж вот такой могу купить за 150 это тоже здорово за соточку можно того приобрести столы могу покупать но нет нам нужно кровать и пока что не более того кто-то все время разговаривает так я думаю что мы едем домой о нет мы едем сначала в магазин раскладываем товары собираем прибыль едем домой ставим кровать и в принципе это на этом наверно мы закончим потому что здесь следующий этап это это просто покупка продажи покупка продажи и соответственно развитие магазинов увеличение количество стеллажей увеличение там всего всего чего только можно ассортимента покупка пикапа покупка не знаю там нового компьютера нового телефона в общем вся вот это вот три буддистик которые в принципе сейчас не так много кровать у меня с собой лаптоп тоже с собой клосс давай раскладываем товар суши арбузы очень неплохо идут вход возможно сейчас сезон и они покупают их но в принципе вот эти вот фрукты овощи они прям заходят но они дорогущие на самом деле за 350 ящик арбузов это прям много гула это дорого смотри это все разложили а вскоре ехать опять к жабе и покупать у него товар потому что у меня кончаются кончаются товары понимаешь чего не электричество отключая почему нельзя было просто взять и например карту надо перевести елки-палки серьезно что это вот оно как работает так дружище мне нужно перевести с кошелька на карту 300 банк подожди перевел и 300 здесь нолик поставим а здесь 300 на карту нельзя было сразу на карту положить так время уже 15 00 и а как он работает непонятно сейф гей мы пока не будем давай мы добавим его в инвентарь и принципе то пойдем дальше раскладывать товар потому что до конца это сделаем вот так вот она ставим этих товаров и вот сюда вот не туда нажал ну что ж такое все весь товар мы разложили у нас есть денежки на карте есть вот как так получается ну ладно так 16 00 и мы можем успеть конечно съесть за товарами правда денег у нас особо нет и как бы сейчас в принципе нет смысла ехать за этими товарами потому что так как денег нет мы особо ничего не купим нам нужно затариться фруктами овощами и туалетной бумагой потому что фрукты овощи не особо свежий так как у нас нет холодильника соответственно не можем ничего предложить друг другого покупателю но мы здесь будем сидеть до купения до того момента пока магазин закроется заправка пока еще не нужна заправка не нужна и чинить что нет не нужно будем ждать стоять здесь сейчас на самом деле нет смысла хотя бы 400 долларов и тогда можно будет ехать в продуктовую базу эту и покупать у него ну это товарищи продукты да 17 00 я так понимаю что если он открылся в семье то он до семьи работает ну как бы по моим предположениям а так на самом деле я не знаю покупателей достаточно много хочу заметить и я вообще хотел собрать ровно столько раз для них сколько было покупателей не знаю почему так так я голодный пойдем поедим охрену пойдем мы сейчас закроем магазин сначала а зависть а а в вот а я Вот я опять взял вопрос, что можно ещё одну присомачить, потому что чё на одной кассе ботрачит? Можно было бы взять, присомдать четвертую кассу второго мужика и видеть, чтобы он это два раза больше продавал, но как-то получается, что он в штабовый к товара и всё простаивает. Давай, пойдёшь, нет, сын? Ты из каких работаешь вообще? Время семь. Давай домой. Появляется это весть? Похватим. Блин, появляется вот тут. Давай встанем вот здесь. Опа, ты меня ожидал? Я тоже. Ой, дядь мой, ты дядька зарычала, а у меня просто жевать лёгких. Дружище закрываться не думаешь? Нет, я домой хочу кушать и не спать. Ты не можешь говорить, я понимаю, что не могу говорить, я не собираюсь особо, я просто хочу дождаться закрытия магазина. Сейчас чё, я посыпаюсь, у меня 76 уже. Я думаю, что я буду слева внизу в этот раз, потому что в предыдущий раз не было видов показателей моего этого, ну, мои статистику. Вот, в принципе-то, заканчиваю уже 8 часов. Не улыбки, ничего вообще. То есть этот человек просто приходит, что он за деньги работает, он не получает удовольствия от работы, понимаешь? Он не улыбается покупателем, предлагает акционный товар, правда у меня его особо и нет, но... Можно же было так организовать, если я сделаю это. Почему я должен терять прибор из-за вот такого вот сотрудничка, м? Почему? Объясни. А почему ты работаешь до 9, блин, ты по 12 часов что ли работаешь? Я так понимаю, до 9 работ, но не до 10 же. Ну, я подобрал уже почти 400 долларов, и поэтому, как бы, как будто здорово. Время киевить, и он всё ещё никуда не уходит, ты понимаешь это или нет? Уже 40 минут записи идёт. 40 минут записи идёт, ты понимаешь это или нет? Ты, уйдёшь отсюда, блин, я сегодня. Уже товаров не осталось. Чё, ввести жду, и закрываю магазин с настоятельно, уже устал от него. Если он идёт в 10, я вообще не понимаю, сколько это работает. 12, что ли? Чё, ну красавица. Непонятно что ли. Ай, это 2, ай. Всё, да, до 10 он работает. Ёлки-палки. Такой ты сотрудник, конечно, вообще, трудолюбивый. Всё, закрываем магазин, едем в пиццерию. Потому что мы можем... У нас 403 доллара, хочу заметить, и... И, 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 и... Нам хватит сейчас купить... Правда, на арбузы нам не хватит. Ну, на арбузы только нам и хватит, чтобы больше ни на что не хватит. Подожди. А где пиццерия? Вот она пиццерия должна быть. Ну, хочу заметить, что с такими тратами на продукты... У нас сейчас не останется денег просто элементарно на... Как её? На еду, и на заправку, и на починку автомобиля. То есть... Мы будем ходить и носить пешком. Все коробки, всё, вот это всё, что есть. А не могу что-то купить другое у тебя, а? Дринк никакие. Тебе нужна ванная. Я знаю, что мне нужна ванная. Всё. Хунгер до сих пор остался. Серьёзно. Две пиццы заточить? 70 долларов. Это вообще никакие рамки не годится. Почему мы бегать до сих пор не можем? Я не понимаю, почему я не могу бежать. Может он спать хочет? Может ещё чё? Ну просто как бы он... Поел. Он... Только грязный и в туалет хочет. Остановись. Пойдём в туалет, в ванную и... Спать. Потому что это уже затянувшаяся серия. Мы сейчас сохранимся. И... Всё. Закончим серию. Так. Мы идём сначала в туалет. Соответственно. Потому что он хочет в туалет уже очень сильно. Может бегать теперь. Идём в ванную. Идём в комнату. Вот, наверное, давай... Вот. Не, давай вот в эту. Ставим кровать. Расположить её вот здесь. Вот. Да, вот так примерно поставим. И поставим лаптоп. Вот сюда. Вот. Так. Воспользуемся им. Сохраним игру. Дон. Итеракт. Ложимся спать. Я так понимаю, утро наступает у нас. И... Мы можем спокойно идти дальше работать. 7 часов утра. Can be used bills. Да, чтобы оплачивать щита. Я понял уже, что это для оплаты щитов. Итеракт. Safe game. И на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ой. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новой серии. Всем до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok